Всем привет! Меня зовут Эльвира Галиулина. Сегодня мы с вами будем на модели проводить процедуру ламинирования бровей. Сегодня мы будем помимо ламинирования еще использовать дополнительный состав, который будет укреплять наш волосок. Попытаемся сделать процедуру максимально безопасной и безвредной. Но эту процедуру можно проводить и без использования протеина ботекса. Начнем, как всегда, с очищения кожи. Очищаем всегда кожу от загрязнений с помощью мицеллярной воды. Главное, чтобы у вас в области брови не было каких-то открытых ран или прыщиков, для того, чтобы у вас у клиента не возникло никакой аллергической реакции. Тщательно очищаем бровь. У меня это лосьон от Lycan. Следующим этапом у нас будет нанесение антисептика именно без спиртового. Смотрите обязательно на состав, чтобы в составе не было спирта. Это очень важно для того, чтобы все химические реакции прошли так, как нам нужно. Все, сейчас я беру антисептик кожный и будем обезжиривать нашу бровь. Наношу антисептик на ватный диск и обезжириваю поверхность брови. Для кого показана процедура ламинирования бровей? Здесь вы можете увидеть, что у нашей модели у Насти более такой пушковый волос. Вниз растущих в каких-то местах. Мы хотим бровь сделать более дисциплинированной, придать им направление. Но здесь я выбираю не долговременную укладку, а именно ламинирование. Только потому, что у нас волосочек достаточно тонкий. Он не плотный. Для того, чтобы его не пересушить, мы будем проводить процедуру ламинирования бровей. Итак, сейчас нам нужно подождать, пока кожа высохнет. И мы будем наносить с вами первый состав, Volume Lift с помощью микробрашей. Вы также можете использовать одноразовые щеточки. Я обратной стороной микробраша достаю состав, чтобы у вас не было связи с предыдущим клиентом. Обязательно используйте каждый раз новый микробраш во время процедуры, чтобы у вас первый и последующий составы между собой ни в коем случае не смешивались. Мы сегодня будем процедуру проводить без клея. Кто-то использует клей, мы будем наносить их под пленку. Как выбирать время выдержки составов на каждом клиенте? В среднем время выдержки составляет 6, 8, 10, иногда 12 минут. Это зависит от плотности, от толщины ваших волосков у вашего клиента. Наносим. Наносить будем под пленку. Ира, можно тебя попросить пленочку приготовить? Пленочку приготовить. Наносим. Нам нужно, чтобы каждый волосочек от корня был пропитан составом. Именно он будет приподнимать и задавать направление нашим волоскам. Это очень важно. Здесь мы каждые 2 минуты прочесывать волосочки не будем, в отличие от укладки долговременной туя. Мы один раз можем пленку приподнять и задать им направление, но не каждые 2 минуты. Отличие ламинирования именно в более мягком эффекте. Составы не такие агрессивные, в отличие от туи. Чуть повыше голову. Наносим. Некоторые используют для ламинирования клей, но мы здесь обойдемся без клея. Каждый работает так, как ему удобно. Главное, если вы используете клей, чтобы у вас не было такого, что у вас волосочки прям были приклеены к коже. Нужно, чтобы воздушная подушка оставалась между кожей и волосочками. Сейчас мы будем засекать с вами время. Засекаем 8 минут. Именно с момента нанесения. На первую бровь нанесли, наносим на вторую. Для второй брови отдельно засекаем время. Во время действия первого состава вы увидите, что волосок слегка осветлится. Это нормально. После нанесения и начала действия второго состава цвет у волоска вернется. И накрываем пищевой пленкой бровку. Бровку микробраш я сразу же выкидываю для того, чтобы использовать в следующий раз чистые. У меня составы между собой не смешались. Плотно прикладываю к коже, чтобы пузырьков воздуха у меня не было. Если они есть, выгоняю их с помощью пальчика. Время у нас пошло. Чуть повыше голову. Здесь слегка уже можно наблюдать, что волосочки начали слегка осветляться. Здесь они уже светлее, чем на брови слева от нас. Здесь чуть светлее стали. Здесь еще сустав не осветлил их. Главное, первый состав, вообще любые составы не передержать. Вторые составы всегда выдерживаем кратно по времени, кратно первому составу. Один раз во время процедуры можно пленочку отодвинуть и щеточкой прочесать. Сразу же видно, да? У нас волосочки принимают нужное нам направление. В начале головки брови мы можем их вертикально приподнять, а дальше под углом 45 градусов. Накрываю повторно пленочкой и выдерживаем оставшееся время. отодвигаю пленку щёточкой, прочесываю волоски. Видно, да, что они уже принимают совсем другое положение, нежели первоначальное, заданное природой. Прочесали и накрыли. Вот она дисциплина ваших бровей. Ламинирование бровей более щадящее относительно, если сравнивать с долговременной укладкой туя. Контролируйте время. Главное не передержать, для того, чтобы не получить обратный эффект, чтобы волоски у вашего клиента не стали ломкими, чтобы он у вас брови не лишился. Сколько у нас осталось времени? Еще 3 минуты. Еще 3 минуты выдерживаем. После нанесения второго состава мы будем окрашивать бровь. Точно так же, как и во время долговременной укладки туя. Время экспозиции любого красителя мы уменьшаем вдвое. Если мы будем использовать бренд Левисим в окрашивании, то в среднем окрашивание занимает 3,5-7 минут максимальное. И если используем для окрашивания краситель бренда туя, выдерживаем на брови 10-15 минут максимум. Если увидите, что у вас какой-то волосочек. Вот если я даже сейчас прикладываю к брови пальчик, я прям чувствую, что температура здесь повышается. Поэтому нет смысла в создании тепловой бани с помощью горячих ватных дисков. Это будет лишнее. Просто выдерживаем под пленочкой. Итак, время у нас истекло. Прошло 10 минут. Я убираю пленку. И теперь буду удалять первый состав с помощью сухих ватных дисков. Это принципиально важно. Ни в коем случае не удаляйте эти составы водой. иначе можно сказать, что процедура не закончится тем эффектом, который вам нужен. Вот сразу видно, что у нас волосочки прям лежат в нужном нам направлении. они прям стали укладываемые, дисциплинированные. У нас у Насти есть тенденция у волосочков к росту именно вниз. Мы, собственно, хотим поспорить с природой и задать им более восходящее направление. удаляем пленку со второй бровки и точно так же с помощью сухих ватных дисков удаляя состав именно в том направлении, в котором мы укладывали бровь, удаляем первый состав очень тщательно. Если бы вы использовали во время ламинирования бровей клей, то тогда вам пришлось бы использовать в наборе идет четвертый состав, очищающий перед окрашиванием, чтобы снять первый и второй состав. Все, теперь мы удалили первый состав с нашей брови. Теперь я буду брать второй состав. Это Volume Fixer, состав под номером 2. Второй этап. беру новый чистый микробраш и с его помощью буду наносить этот состав. Набираю его так же себе на перчатку. Ровно столько по количеству наносите, сколько и первого состава. Набираем и от самого корня наносим по всей длине. У нас именно направление задается от корня, поэтому здесь это крайне важно равномерно нанести. Вот теперь у нас волоски после этого состава будут зафиксированы именно в этом направлении, которое мы мы с вами придали. Точно так же советуем клиенту, как и во время долговременной укладки, не посещать бани, сауны, солярии в течение первых суток. То есть первые 24 часа нельзя его смывать и мочить. Нельзя смывать третий состав, который у нас создает такую защитную пленку обволакивающую. Так, нанесли второй состав, ставим таймер кратно времени, который у нас действовал первый состав. Накрываем пленочкой, так, чтобы у нас не было пузырьков воздуха. и наносим на вторую бровь. Сколько вы нанесли первого состава, ровно столько же по количеству наносите второго. Не вижу смысла использовать клей, потому что у нас волоски и так прекрасно укладываются без клея. здесь кому как удобно. Накрываем пленкой микро браш, который окунали во второй состав, сразу же выкидываем для того, чтобы не спутать с следующими составами. после того, как мы снимем второй состав, второй состав мы можем снимать также или мицеллярной водой, или непроточной водой, главное не из-под крана, и мы будем с вами после этого окрашивать бровь. После окрашивания нанесем протеин ботокс, который укрепляет волосок, и уже после протеин ботокса нанесем третий состав. Окрашивание будем проводить после второго состава. Обязательно окрашиваем. Уже такого четкого окрашивания, как без использования процедуры ламинирования бровей у нас не будет. Итак, время у нас истекло. Мы отодвигаем пленку и будем удалять второй состав. Я буду удалять влажными ватными дисками, смоченными, пропитанными мицеллярной водой. Удаляем ровно в том направлении, в котором хотим, чтобы у нас волосок остался и зафиксировался. После того, как удалим второй состав, нам нужно бровь кидать высохнуть и приступим к окрашиванию бровей. Первый состав мы с вами удаляли сухими ватными дисками. состав удаляли. второй удалили. Теперь нужно просушить бровку и приступить к окрашиванию. Окрашивать я буду с помощью красителя от бренда Леви Сим в оттенке 7-7. Мы всегда выбираем в линейке самый максимально светлый оттенок и время экспозиции уменьшаем вдвое. Прежде чем мы приступим к окрашиванию, мы проработаем нижнюю линию с помощью броу-пасты. Я люблю когда делаю ламинирование именно прорабатывать линию с помощью пасты. Здесь у нас много пушковых волосков. Они прокрасятся и создадут дополнительный эффект густоты. Процедуру ламинирования бровей проводим не чаще чем раз в полтора два месяца. Лучше, конечно, чтобы между процедурами прошло два месяца. Это в идеале для того, чтобы не нанести вред нашим волосочкам на брови. Я набираю краситель, выдавливаю около сантиметра и один к одному развожу с оксидом левисим. У него процент 1,8. Можно добавить оксида чуть больше для того, чтобы ускорить максимальную реакцию, потому что здесь мы будем выдерживать с вами краситель недолго, в два раза меньше, чем обычно. Смешиваем краситель или кистью или с помощью миксера максимально интенсивно для того, чтобы насытить нашу смесь максимально кислородом. И приступаем к окрашиванию. Начинаю прокрашивать с нижней линии. Здесь будет максимальная плотность. Очень тщательно прорабатываем нижнюю линию. Я всегда начинаю окрашивание с хвостика для того, чтобы у вас был такой градиент легкий. Не хочется четкость линии именно сверху, потому что тогда уходит весь смысл от процедуры. Хочется, чтобы бровь выглядела легкой, воздушной, максимально пушистой. Если вдруг вы вышли за контур очерченный, в этом случае я всегда держу рядом ватный диск, смоченный в ремувере и с помощью кистью смоченной в ремувере подчищаю нижнюю границу, любую границу. И здесь уже начинаю протягивать краску, как бы прорисовывая волосочки. Ставлю ее перпендикулярно к коже для того, чтобы острием кисти создать эффект такой пушистой бровки. В среднем набора, как заявляет производитель, хватает на проведение 30 процедур. Мы используем составы от Innovator Cosmetics. Если вам будет нужно, напишите мне, я вам дам ссылки, где можно приобрести все эти составы. Вот прям, чтобы у вас краситель нужно был нанесен плотненько. Теперь начинаем нанесение красителя на вторую бровь и засекаем время для второй брови. Здесь главное не передержать, потому что можно уйти в затемнение, чего конечно же не хотелось бы. Ни вам, ни клиенту. Проверяю симметрию. конечно удобнее всего работать от зеркала. Я люблю работать вот такими тонкими язычковыми кистями. Это вообще nail art brush. Шестой номер это кисти для nail мастеров. какое-то имеет значение, они дают потрясающий результат. Теперь начинаю двигаться ближе к головке брови. если у вас в брови у клиента есть какие-то проплешины, когда вы удалили краску, вы можете краситель льду нанести точечно и еще выдержать какое-то время. Не окрашиваем брови ни в коем случае хной, потому что это может испортить волосок, сделать его ломким, потому что мы используем химические препараты, они немножко подсушивают наш волос. Растушевываю. Удаляем краску в том же направлении, в котором мы пытаемся уложить наш волосок и еще минутку подержу на хвостике. Еще немножко протушую эту бровь. Минуточка у нас прошла уже удаляем полностью краситель с брови. Обязательно просушиваем волосок. теперь мы будем с вами использовать протеин ботекс. Это состав, который укрепляет, улучшает структуру волоса. его мы нанесем, чтобы сделать процедуру максимально безвредной. Приблизительная стоимость этого состава 2800 рублей, его вам хватит в среднем на 50-60 процедур. Самостоятельно он сам по себе не используется, вы его используете именно в процессе или протеинового восстановления бровей или в процессе ламинирования бровей. Сразу же наносим после окрашивания, но очень принципиально важно, что активировать все полезные свойства этого состава можно только с помощью того, когда мы опускаем этот состав в горячую воду ровно на 2 минуты. Только тогда он будет активным. Все его свойства станут максимально раскрыты. И будем наносить его в среднем протеин ботекс, в среднем на бровь, на 5-15 минут. От чего это зависит? Если вы нанесли протеин ботекс на бровь и спустя 5 минут после нанесения вы увидите, что у вас волоски максимально его впитали, вы можете его еще одно нанести и подержать чуть больше. Если он не так быстро впитывается, вам достаточно 5 минут, и потом вы будете наносить третий состав. Нам важна только нижняя границ. Чуть более плотную выкрашиваем верхнюю. Нам плотную выкрашивание не нужно. Вышло время? Да. Так, я удаляю краситель головки. еще минутку выдержу его на хвостике. Итак, берем чистую щеточку, просушиваем бровь. Вот у нас волоски лежат в том направлении, в котором мы хотели. супер. Достаем из горячей воды протеин ботокс. У него такой приятный аромат. Чувствуешь? Наношу на поверхность всей бровки, и вы прям увидите, прям будете смотреть на бровку, увидите, как он быстро или не быстро впитывается волосками. быстро впитывается, значит добавляем повторно, наносим на бровь и выдерживаем максимальное время. Напитаем по максимуму нашу бровь полезными компонентами. вставляем, засекаем для начала засекаем пять минут, и там уже посмотрим. Вот она воздушная красивая бровь, волосочки уложены так, как нам надо. Вот такой эффект я люблю. На себе я сейчас испытываю протеиновое восстановление бровей. По истечению трех процедур смогу максимально от себя рассказать об этом эффекте, который я почувствовала на себе, не только на клиентах. вот я вижу, что у меня волосочки достаточно интенсивно впитывают в себя этот состав протеин ботокса. Если вы его наносите, это, конечно же, увеличивает стоимость процедуры, да? Вот уже сейчас видно, какие у нас божественные брови. Итак, сейчас мы будем удалять волоски с помощью воска от бренда Lycan. Он первый в мире, который создан австралийской женщиной именно для работы в области брови, потому что здесь у нас тонкая чувствительная кожа. В чем его отличие? То, что он плавится при низкой температуре, и мы этим воском не создадим ожог ни одному клиенту. Он плавится уже при температуре 40 градусов. Сначала мы очищаем кожу с помощью лосьона, который мы уже предварительно нанесли. Теперь на кожу будем наносить масло защитное, которое будет защищать нашу кожу. и этот воск можно на одно и то же место наносить до восьми раз. Теперь наношу на ватный диск масло защитное. Главное смотрите, контролируйте, чтобы его не было слишком много. Чуть повыше голову. у нас здесь именно много пушковых волосочков на межбровку. Пока у нас действует протеин ботокс. Нанесли. И теперь будем удалять волосочки. Прошло пять минут. Еще немножко выдержим протеин ботокс, потому что он достаточно интенсивно впитывается волосочками. Мы его еще до нанесли. Теперь будем удалять волосочки воском. Удаление волос воском это менее болезненно, чем удаление волос пинцетом. Просим моделей закрывать глазки, чтобы у вас ресницы не попали в воск. Если у вас все же случилось такое несчастье, то для того, чтобы удалить воск, существует специальный состав, который очищает любую поверхность от воска. Ни одна мускула не двинулась. Очень круто удаляет волосочки. Но в любом случае, практически всегда приходится форму дорабатывать пинцетом. Если точечно какие-то волосочки у вас не удалились. С помощью вот этих менее агрессивных составов вы и создаете такую пушистую бровь. Составы менее агрессивны, чем составы туя. Поэтому как альтернатива долговременной укладки именно для обладательниц таких бровей это прекраснейшая услуга. скажи как бы линей удалять воском или пинцетом. Пинцетом. Еще по одному волоску. да, да. Так, у нас времени прошло с момента нанесения ботокса. Сейчас я очищу область вокруг бровей от масла нанесу туда гель с алоэ вера успокаивающий. и буду удалять с брови остатки протеин ботокса промокну и излишки геля чистой стороной шалфетки. и теперь уже у нас наступает время для нанесения третьего состава. Я беру чистый микробраш состав номер три с протеинами шелка silk essence номер три. Очень важно тщательно проработать всю бровку, потому что третий состав у нас запечатывает кутикулу, закрывает действие всех составов и создает пленочку, которую мы не удаляем в течение первых суток. Обязательно клиенту проговариваем, что очень важно не удалять третий состав в течение первых суток. Поэтому никаких бань, саунд, соляриев и фитнес центров. Ну и не идем на пляж загорать. Главное, чтобы у вас прошли именно сутки. Рекомендуйте клиенту ухаживать за бровью с помощью нанесения уходовых масел на бровь, уходовых гелий для бровей, которые будут напитывать напитывать нашу бровь и фиксировать в нужном нам направлении. Ламинирование и долговременная укладка не бетонируют бровь, а задает нужное нам положение, которое вы с легкостью будете задавать, прочесывая бровку или просто чистой щеточкой, или гелем. поэтому очень важно это обговорить, потому что иногда люди думают, что сделали укладку и все. В таком положении их волос зафиксируются на ближайшие полтора месяца. Нет, это не так. Все, нанесли третий состав с помощью сухого ватного диска или ватной палочки от излишков третьего состава очищаю кожу вокруг нашей бровки. Волосочки зафиксированы в нужном нам направлении. Легкий эффект соболиных бровей. Кто не может позволить себе соболей на плечи, носит их на бровях. Шутка, конечно. Вот смотрите, какие сразу же ухоженные, пушистые брови. Направление уже вниз растущие волоски уже расположены не вниз, а в нужном нам направлении. Итак, мы с вами сегодня провели процедуру ламинирования бровей, а также в дополнение использовали состав протеин ботокс для того, чтобы напитать наш волосок. Вот у нас конечный результат, который вы можете оценить. Напомню, для кого показана данная процедура. Если у вашего клиента есть желание придать направление вашим волоскам более восходящее, сделать бровь более ухоженной и пушистой. Но если у вас волоски у клиента не очень плотные, не очень толстые, а именно тоненькие, то с помощью процедуры ламинирования бровей вы и создаете данный эффект. Напомню об этапах проведения процедуры. Во-первых, мы всегда очищаем нашу бровь от каких-либо загрязнений. Затем мы обезжириваем бровь с помощью безспиртовых антисептиков. Затем просушиваем бровь и наносим первый состав. Первый состав мы выдерживаем в зависимости от плотности и толщины наших волосков. В среднем это занимает где-то 8-10 минут, максимально 12. Иногда, если волосок очень тонкий, безжизненный, достаточно и 6 минут. Во время нанесения первого состава вы можете увидеть, что бровь немного осветляется. По истечению времени экспозиции первого состава мы его удаляем с помощью сухих ватных дисков. Затем наносим второй состав и выдерживаем ровно столько по времени, сколько выдерживали первый состав. Затем второй состав мы удаляем влажными ватными дисками. Не забываем, что каждый состав мы обязательно накрываем пленкой. После того, как мы смыли второй состав, проводим процедуру окрашивания бровей и обязательно уменьшаем время выдержки вашего красителя ровно вдвое. Затем смываем краситель, наносим третий состав и если вы хотите дополнительный уход брови сделать, то можете нанести протеин ботокс. Предварительно вы его активируете, опуская в горячую воду. После третьего состава вы отпускаете клиента и рекомендуете ему не мочить брови в течение первых суток, не загорать, не спать лицом в подушку и рекомендуете увлажнять бровь, напитывать с помощью любых уходовых масел или средств для бровей. С вами была Эльвира Голливулина. Всем красивых бровей и до новых встреч! Продолжение следует...